всем привет ко мне приехали айфоны да какие iphone se 2 поколения поэтому сейчас распакуем к тому же у меня все три цвета это все цвета что сейчас есть я напомню что iphone 8 продавался еще в золотом цвете и он действительно классно смотрелся но сейчас белый черный и красный начнем с белого 256 гигабайт как всегда у apple есть специальный язычок за который можно потянуть и снять защитную пленку и все открываем наш iphone если ну тут все как обычно вот прям без сюрпризов сверху инструкции наклеечки наклеечки белый белой версии посмотрим что в остальных поднимаем iphone давайте мы к нему попозже здесь у нас блок питания на 5 ватт придется докупать быстро блок питания на 18 если захотите быструю зарядку потому что iphone с и второго поколения и поддерживать дальше наушники проводные и apods с lightning и естественно кабель usb и lightning жаль что даже в такие зарядники apple не поставила type-c теперь давайте взглянем на белый iphone se яблоко по центру и в принципе это единственное внешнее отличие от 8 айфона но согласитесь намного лучше смотрится снимаем пленочки ваш любимый момент она тут одна и у нас вот такой красавец скажу честно по кнопке home я скучал и телефон настолько тонкий что но он реально классно смотрится я не знаю что еще сказать смотрится классно переходим к красному айфону такой у apple тоже был в виде восьмерки еще раз вскрываем убираем открываем и здесь у нас что инструкции уже красные яблочки при этом белые ладно iphone комплект уже не будем смотреть пленка пленка ну вот красный прям тоже хорош но в принципе цвет у меня здесь есть обычная красная восьмерка он отличается и кстати немного другое расположение камеры или мне кажется по сами посмотреть телефон каш похоже но но цвет другой ну и наконец третий цвет это как он называется правильно black по это больше не space grey телефон называется просто черным поэтому мы его также открываем достаем смотрим да он действительно но он похож на space grey конечно но он сильно темнее чем восьмерка была в цвете серый космос и кстати смотрит похож на семерку вообще в целом а еще знаете что заметил коробочки у нас тоже новый здесь обои которые apple специально подготовили для iphone с и если вы такие хотите скачать то гу к нам в telegram ссылочка на него будет в описании не забудьте подписаться вот собственно вся распаковка но ролик же на этом не закончится поэтому предлагаю сравнить эти смартфоны с с и первого поколения с восьмым айфоном ты в целом со всеми новинками и кстати что касается яблока по центру iphone 11 не был первым устройством apple с такой реализации айподы touch другие поды всегда выходили с яблочком именно в центре почему додумались такое на айфонах сделать только в последнее время не знаю посмотрите это по сути размеры всех смартфонов которые существовали у apple после айфона 5 соответственно было еще четверкой 2g но мы их не берем начнем с самого маленького iphone с е оригинального реально очень маленький телефон в золотом свете неплохо смотрится введем пароль даже на а вес 13 до сих пор работает дальше iphone 8 на базе которого сделано с е тут все понятно потом iphone 11 про обычный он маленький но все равно с е будет поменьше сравните и естественно iphone 11 про сильно толще чем с е следующий экземпляр обычный iphone 11 в таком приятном мятном цвете но он как бы практически как iphone 11 pro max на который мы тоже взглянем это вообще лопата но хорошая батарея и вот смотрю я на все это новое с е классно выглядит но блин если apple сделали его матовым как iphone 11 про это было бы просто пушка и обратите внимание я сейчас настраиваю новый с е насколько apple уменьшили яблоко при загрузке так у нас включился экран и я вижу что он по моему никак не поменялся ну то есть от 60 герц это hd разрешение и 47 диагональ настраиваю touch id и знаете быстро все приятно мне даже интересно будет попользоваться этим делом и забыл я такой классной функции как тактильный сигнал кнопки домой то есть мы выбираем насколько сильно отдает при нажатии на кнопку это было еще семерок но я честно позабыл и ведь прикольно продолжить продолжить приступить все iphone ее мою как он работает быстро вот control центр снизу это не очень привычно давайте проверим насколько быстро работать начали а так ну конечно сканеры под стеклом до сих пор до такого уровня не дошли ну и в целом смотрится телефончик и ощущается очень приятно в россии такой с е стоит от 40 тысяч рублей за версию на 64 гигабайт есть также 128 и 256 естественно здесь много нововведений железо от 11 айфона nfc и sim поддержка беспроводной зарядки и многое другое о чем расскажу в полном обзоре пока вы это смотрите мы его уже готовим поэтому подписывайтесь чтобы не пропустить что еще нужно отметить у нас также проходит конкурс где мы такое с е разыгрываем ссылочка на ролик будет в описании у нас был ролик разговорный про с е так что можете посмотреть и принять участие ну и наконец ко мне доехала и вот такая штука это magic keyboard для ipad но естественно на этом мы тоже сделаем обзор не знаю что еще сказать напишите какой из цветов вам больше всего нравится какие обзоры ждете ну и в целом это была быстрая распаковка увидимся